Участники конкурса «Будущий дипломат» пообщались с дипломатами из Москвы. Напомним, конкурс проводится уже в 11-й раз. Участники прибыли из разных уголков республики. Опыт Якутии по подготовке юных дипломатов планируют внедрять и в другие регионы России. Подробнее в материале Юлии Великодной. Почетным гостям из Москвы участники состязаний задали вопросы, касающиеся взаимоотношений с другими странами. В этом году впервые приняли участие ученики седьмых классов. Исключением стала 12-летняя шестиклассница по приглашению представителя МИД России в Якутске. Я вообще тогда не знала, что такое вообще дипломатия, политика. И потом меня очень заинтересовал этот конкурс. А вот по СССР какая тебе тема? Потенциал развития двусторонних отношений между Россией и США после выборов президента США в 2016 году. Дипломаты из Москвы на протяжении четырех дней наблюдают за состязаниями. Дебатами, защитой СССР, проверкой знания иностранного языка и знания истории России и Якутии. Даже бакалавры подчас не достигают такого уровня, который демонстрируют здесь участники этого конкурса. Я желаю ему успеха. Дело это очень хорошее. Развивает многие качества человеческие. Среди юных дипломатов есть те, кто уже второй раз участвует в конкурсе. Кто-то на протяжении года оттачивал свое мастерство в дискуссионных клубах, а кто-то готовился самостоятельно. Я готовился к конкурсу каждый день, читая различную литературу, новости, может быть, с разных источников. Это самое главное. Рассматривать нужно проблему с различных аспектов, я думаю. Ведь есть источники, которые ведут некую пропаганду, как говорят, а есть такие проверенные источники. По итогам конкурса фонд поддержки публичной дипломатии Александра Горчакова пригласит одного из участников на дипломатический семинар в Москву. Энтузиазм участников – это просто что-то невероятное. Но вот ребята просто действительно с такой охотой и с таким рвением представляют свои работы. Это просто вдохновляет. То есть я как человек, который достаточно часто общаюсь с ослами, с различными дипломатами различных классов, они уже такие взрослые, спокойные. А тут вот такое молодежное рвение – это просто потрясающе. Финалисты конкурса будут названы 24 марта. Победителю конкурса предоставится целевое место в дипломатической академии МИД России. Северо-Восточный федеральный университет также предоставит место одному участнику на экономическом факультете. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.